Сакральные русские слова. С материалами, Людмила, вы знакомились. У нас целый ряд видео выставляется. Вообще мы сотрудничаем на постоянной основе. Так вот, возвращаясь к сакральным словам русской цивилизации, был проведен эксперимент определенный в свое время в вооруженных силах США. Они изучали, на каком языке команды быстрее доходят до исполнителей. Они сравнили команды на русском языке, взятые из боевых уставов, и на английском языке, взятые из боевых уставов американской армии. И пришли к выводу, что, конечно, американская команда доходит быстрее, потому что сам язык более такой вот сжатый, более концентрированно передает мысли. И сказали, что вот, если там, значит, что-то, то вот у нас команда быстрее, поэтому там и выполните, команда будет быстрее. И когда проходили нормальные уже учения, они отслеживают, значит, естественно, за всеми учениями следят. Вдруг они приходят к потрясающему для себя выводу, что в русском языке те команды, которые обозначены в боевых уставах, они как-то не очень используются. Используются другие какие-то словосочетания, которые намного быстрее, чем английские команды, доходят до исполнителей. И исполнители их очень четко и быстро выполняют, после чего они сделали вывод о том, что, значит, вот русский язык все-таки, он, кажется, более такой динамичный, и на нем команда отдавается как-то легче и лучше. Ну, я думаю, что и вы, и слушатели, догадались, о каких сакральных словах идет речь. А начали мы этот разговор. Почему? Потому что вот перед буквально эфиром с Людмилой говорили о проблемах наших насущных. Вот у Людмилы там произошло в жизни ряд радостных событий. Если она захочет, она потом вам сама об этом расскажет. Самое главное, что вот все больше и больше мы приходим к выводу, о том, что все-таки запас прочности, наверное, цивилизационный у русского проекта поболее, чем вот в других местах. Поскольку та история, которую вы мне рассказали по поводу... Значит, та история, которую вы мне рассказали по поводу католической школы, подчеркну, значит, во Франции, она меня тоже поверила в шок, и ничего, кроме как сакральных русских слов, я к этому добавить не могу. Но, опять-таки, я захотеть, вы про это расскажете. А мы сегодня будем с вами говорить о том, что основу вот этого нашего... Нашей, скажем так, русской цивилизации, и вообще нашей русской цивилизации, все время как-то мы относимся из этого как-то взросшенного у нас со времен Петра, значит, посчитания Запада, мы все время думали, что у них впереди планеты всей. И даже в области психологии, в общем, такой вот темы, которая казалась бы... Ну, действительно, ну какая тут в России психология? Я тут верю в Бога, значит, живи по законам Божьим, и традиционный уклад, и какая тут психология? А нет, говорит Людмила. Она говорит, нет, друзья мои, ошибаетесь вы. Русская психологическая школа – одна из самых серьезных школ. Я просто от себя хочу сказать, потому что немножко все-таки этим вопросом тоже занимался, что она гораздо более научно выверена и экспериментально, скажем так, обоснованная и доказанная. И в плане открытия она настолько потрясающая, что, конечно, об этом стоит сказать и наполнить и слушателям нашим, и всему миру Людмиле. Вот такая перед вами миссия. Все, я очень долго говорил. Вам слово. Пожалуйста. Здравствуйте, Александр Гордунович. Рада видеть. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели Школы здравого смысла. Сейчас скажу одну такую фразу. Подписывайтесь на канал, потому что, вы понимаете, это действительно интересные знания, вы сможете подчеркнуть для себя. И я знаю, что говорю. Вы понимаете, все-таки начну вот с этой истории, которую мы обсудили до эфира, да, чтобы немножко слушателям показать, о чем же мы говорили, прежде чем перейти к этой великой науке психологии. Потому что без психологии вот мы никуда. Вот я консультирую сейчас перед эфиром, и у меня человек из Франции, прекрасная женщина, мама ребенка, мальчик 6 лет. Мальчик ходит в частную католическую школу Франции. Папа француз. Ребенок приходит домой и говорит, а я, говорит, женюсь на мальчике. И вот мама, она в шоке. Хотела с сакральными словами русскими просто говорить, но вот говорю в шоке. Потому что она говорит, а куда нам бежать, что делать? Отец не может уехать, у него работа, у него там обязательства и все. Она говорит, а мы не знаем, что делать. И то, что это у них частная школа, она говорит, там легко еще так вот как-то поглаживают деток, да, вот с этим гендерным, да, всем делом. А говорит, представляю, что происходит в обычных школах. И я просто о чем говорю? Насколько нам людям нужно сейчас воспитать в себе и силу духа, и чувственный мир души, и здравый смысл. Почему же я начала про школу здравого смысла? Нам нужно стать здравомыслящими людьми, чтобы наши действия помогали нам не то, что выжить, но и научиться жить вот в этом хаотичном мире, в который мы сейчас входим, да, потому что рушатся старые устои, а новое создается через то, чтобы пройти вот через этот хаос. А мы пройдем. Вот мы сможем. Мы правда сможем, когда верить в это будем, и дух наш укрепим. И психология нам в помощь в этом смысле. И вот мы сегодня, как Александр Гарунович, вот начал, да, начнем с психологии. И что же это за наука-то такая великая? И на самом деле, как она далеко корнями ушла в нашу русскую цивилизацию? Принято считать, что школа психологии появилась в 1879 году, а Вильям Вунд, как бы первооткрыватель, экспериментальный, создал школы и тому подобное. Вот запомните, 1879, а мы идем немножко назад и смотрим историю, историю психологии, нашей русской психологии, нашего отечества и нашего РФ и СССР, и вот все-все-все. Вы знаете, я пересмотрела. И к чему я пришла? Я читала сейчас письма Ломоносова. Ломоносов родился, 1711 год. И Ломоносов признан, он не психолог, он великий ученый, но он признан в психологии одним из основополагателей российской психологического направления. Именно Россия его признала как человека и ученого, который в психологии, он писал это и в своих трактатах, и в своих письмах, он везде говорил о психологии. И на самом деле получается, что психология эта зародилась уже в XVIII веке на Руси. И я пересмотрела огромное количество наших выдающихся ученых, начиная с XVIII какого-то Ломоносова и дальше XIX века, в Бектере. Мы сейчас коснемся этого. И как рано это приходит прямо вот это. Я вышел рано до звезды, да, Пушкин. Вот у меня такое чувство, что очень много наших ученых, русских, да, с нашим сильным духом, с нашим цивилизационным кодом, они как будто вышли рано до звезды, вот чтобы являться такими маяками, вот знаете, чтобы могли на этот маяк идти корабли, чтобы они не разбились, хоть бы дошли до этого берега. А там мы уже были готовы передать все эти бразды правления и немцам, да, как вот Вунту, да, который открыл, да, там и американцам, и всем. Мы несли это в себе, и как те самые сеятели, вот эти зерна сеяли, лишь бы кто-то подхватил, чтобы сохранить науку. И вы знаете, у меня такое ощущение, что мы как будто вообще служим всей цивилизации, вообще всей планете Земля. Вот не лукавлю нисколько. Вот прям чувствую так. И это хорошо, что у нас есть коллеги прекрасные, и я изучала разных, ну, что я могу сказать, разных мировых психологов. И, как говорится, низкий поклон и благодарность за те знания, которые нам принесли. Ну, есть давайте мы с вами начнем исследовать нашу русскую психологию, да, наш российский цивилизационный вот этот код. И как вы знаете, это олимпийское пламя, передадим его нашим поколениям. Мы возьмем это вот оттуда, вот приведем вот эту вот как бы ниточку, вот эту вот оттуда, вот с этого 18 века, да, начиная с Ломоносова. И попробуем дальше передать вот наше настоящее и будущее. Смотрите, о чем говорил Ломоносов. Ломоносов же, он очень уникально, что он нам принес. Какой он вклад, да, в российскую, сделал в российскую науку в контексте психологии. Он говорил о том, что он исследованием души занимается, да, и мира человека, да. И именно в центре психологии стоит именно сам человек и его деятельность. И удивительно, что он писал, что деятельность человека в психологии должна быть во благо своей родины. И, конечно же, он говорил про Россию, да, про что мог говорить Ломоносов, да. И он именно опирался на гуманитарное направление в психологии. То есть вот именно за то, чтобы наука была о душе человека. И он разработал такое направление, как страсти, да. То есть он изучал страсти. А я вот о чем подумала. А не в мире ли страстей мы сейчас живем? Уважаемые слушатели, вот я вот, все мы, кто смотрит, задают вопрос, в каком мире мы сейчас живем? А не страсти ли сейчас у нас обуяли всех? Что мы, как бы не замечая, что шепчет душа, начинаем бежать за этим страстным миром? Потому что, вот скажем, очень большой интерес, его привлекали именно этот раздел, вот как бы страстей. Но я думаю, что если мы будем делать еще видео на эту тему, мы можем освещать это через, как бы, каждого из наших ученых, да, и более глубоко рассматривать те направления, как освещались психологии эти грани души, да. И посмотрите еще, как интересно. Бехтерев, один из величайших ученых, он же тоже занимался психологией, психотерапией, помимо мозга, помимо, ну, все знают его вклад в науку, да, что он же рисовал карты мозга, то есть не было МРТ, магнитного резонанса, ничего этого не было, а он все это мог воспроизводить и вынести, нарисовать. Но что здесь самое интересное в плане психологии? Бехтерев, во-первых, он, как бы, открыл тоже явление массовой истерии, да, вот эффект массовой истерии, и он заявил, что толпа ведет себя глупее, чем отдельный индивид. И вспоминаем, что происходило сейчас в пандемии. А Бехтерев это говорил, рождение, когда был Бехтерев рожден, да, 1857 год. Так получается, что он уже открыл это как рано. И вот мне все время вот эти мысли, вышел рано до зари, понимаете? И чем он еще занимался в психологии? Он же работал с зависимостью и созависимостью. Алкоголизм, наркомания, да. И теперь вот я попрошу задуматься, что в Америке было создано движение анонимных алкоголиков. Оно было создано 10 июня 1935 года. Да, 12 шагов это называлось. Почему это хорошо, это знаю. Потому что я бакалавра защищала именно по зависимостям и созависимостям и работала именно с этим фактором зависимости, да, и созависимости. О чем говорит это направление? О любви. То есть надо вот эти зависимости и созависимости трансформировать в любовь, чтобы человек мог освободиться. А Бехтерев в каком году лечит людей от этого? Да, он использовал гипноз, он использовал различные методы, но в контексте психотерапии, психологии. Насколько это было раньше? Бехтерев ушел из этого мира 1927 год. А движение анонимных алкоголиков началось позже. Я сейчас не говорю, что кто-то прав, кто-то виноват. Я просто хочу обратить внимание, что нам пора начать исследовать вот эту великую науку именно через контекст нашего цивилизационного кода и того, какой вклад в нашу науку сделала именно русское направление в этой специализации. И чтобы было, знаете, как-то более понятно, что я имею в виду. Русские – это вот русский-то какой? Русский – это кто у нас русский? У нас русский Бехтерев, русский Леонтьев. А если мы сейчас вспомним еще о том, что у нас такие уникальные, как Рубинштейн, Мэрлин Вольф Семенович, какой они национальности? Аузнадзе, грузин русской национальности, отечественный психолог. И вот я о чем, что Россия такая большая, и потом СССР, и потом РФ вообще, империя российская. Мы включаем в себя различные национальности. А кот-то русский цивилизационный, то он работает внутри нас. А он-то там работает. И вот, скажем, Мерлин Вольф, он открыл теорию интегральной психологии личности. А только сейчас стали говорить о том, что ведутся исследования индивидуальности. Интегральная психология сейчас очень важна. И она прям вот очень прям вовсю за нее. Это какой год? Это 19 век было создано именно вот этим ученым. И это уникальная, в общем-то, возможность, которая дана всем нам, нам всем, для того, чтобы мы могли как можно лучше понять, кто мы такие, что мы несем в этот мир, и что мы можем передать нашему поколению. Вот я так прям. Да. Нет. Замечательный совершенно посыл. Я его всячески поддерживаю. Просто вот нашим слушателям хочу еще добавить такую, если вы позволите, что страсти – это такая мощная вещь. Я не знал, честно говоря, что Ломонос свободно писал. Спасибо вам большое за подсказку. Страсти – это такая мощная вещь, что все современные технологии по так называемым психическим эпидемиям, ну, это весь это безумие, которое в твоем мире творится, оно базируется именно вот на этом изучении этих самых страстей. Это первое. Второе, конечно, в чем отличается вот эта вот комплексность нашей российской психологии от, ну, какой-то тип западного подхода, хотя, конечно, безусловно, они работали в том числе и учились в Германии, а Германия была там наиболее такариста школа была в 19 веке, да, и подготовку проходили. Но те открытия, которые сделал, ну, допустим, Павлов, мы же о нем сейчас не говорили, но Павлов-то он человек, который изучал психику, и там первый сигналист, и второй сигналист, и второй сигналист, и тема, говорят, Нобелевская премия, в общем-то это, как говорится, человек полностью наш. Был такой еще замечательный, совершенно выгодский, это его называют Моцартом от психологии, то есть человек, который ушел из жизни в 36 лет, но оставил пусть и огромный, скажем так, пасхать, там, ну, в какой-то степени, может, она и была сомнительная, там, теория, не теория, но все-таки пытался найти подходы к тому, чтобы создать вот этого самого целостного человека нового времени, да, то, о чем на самом деле мы и сейчас говорим, но не с тем подходом, с каким был, допустим, там, ну, фашистов там и все прочее, то есть он реально, то есть исходя из того светло будущего, которое человечество ждет, занимался-то проблематикой, то есть я хочу сказать, что, конечно, российской науке, русской науке, русским ученым, они совершенно правильно сказали, огромный плац тех людей, которые у нас, они жили в основе их жизни и существовании, был самый русский цивилизационный код, у них, конечно, был, прежде всего, такой комплексный, целостный подход к личности человека, и то, что завязывать это обязательно надо на такие вопросы, как, ну, чего там уж говорить, и отношение к Богу, невозможно рассматривать вопросы, скажешь, так, в психологии без этого, я не говорю, что все должны быть верующими, понятное дело, что в любом случае человек, даже, как говорят умные люди, эти, значит, атеисты, они же тоже верующие, то есть они верят в то, что Бог был бы имен, да, вот, но это нужен социалистный подход, основанный вот на вот этих огромных психофизических возможностях человека, его стремление к какому-то, к этому самому счастью, к постижению окружающего у нас мира, и поэтому вы взяли за очень большую, и, на мой взгляд, нужную настоящий момент, и сложную задачу, ну, а вот это вот, сочетать психологию с обязательным таким понятием, как любовь к родине, Бог к своим корням, то, что исходит, как вы говорите, от ломоноса, то есть это вообще замечательно, вообще это может быть такой, интенсенцией всей этой программы. Всячески поддерживаю, будем всячески убеждать наших слушателей, чтобы они, конечно, смотрели, это очень интересная программа, очень интересно все, но мы же при этом будем говорить не только в теоретической части, у вас же огромный практический опыт, то есть вы будете ссылаться на свой практический опыт, правильно же, да, поэтому, я думаю, слушателям будет интересно. Ваши пожелания какие-то, Людмила, там вот, в плане, когда мы начнем, как у нас будут проходить лекции, с какой периодичностью, каждый день, с 9 до 20, с 9 до 20 вечера, я шучу, да, пожалуйста. Теория практики и домашнее задание, да? Ну, я думаю, вот, Александр Городович, вы очень хорошо сказали, я думаю, что действительно практически, вот предлагать, да, слушателям практически, да, не только теоретическое, да, но и что-то практическое такое, чтобы могло помочь им, и это успокоить внутренний мир, и лучше понять, да, что-то, я думаю, что это будет очень уместно, особенно ввиду того, что сейчас, скоро придет зима, осень, да, и человек, как говорится, а мы знаем, что осенью человек, может немножко стать более грустным, а у нас будут какие-то инструменты, чтобы поднять вот свое состояние внутреннее на более высокий уровень радости, да, например, и я думаю, что будет интересно, изучая каждого из ученых, да, смотреть, что предлагал он в контексте целостного подхода личности, да, и предлагать какие-то упражнения, которые человек может просто успокоить себя, чтобы его личность внутренняя, да, не только развивалась, но и понимала вектор, куда она идет, а главное, зачем она идет, да, с кем, и какое-то светлое будущее ее ждет, если она будет сама, как бы вот брать эту силу из прошлого, прошлого предков и знаний, своих собственного детского опыта, да, вот мы же все время идем вот, да, из прошлого через точку настоящего в будущем, как будто закручиваем это, да, и чтобы у нас вот эта вот сила наша, которая мы вот из этого феномена нашего детства, да, и также знаний великих ученых, да, вот с 18 века могли использовать на благо себе здесь настоящее в нашем 21 веке. Вот когда я начинаю об этом задумываться, Александр Городович, представляете, сколько веков мы с вами сейчас, вот как бы мы сможем через призму психологии увидеть, как они проходили в науке и насколько это помогало людям. А так много об этом никто не говорил. Ни в одной школе психологии я не знала, чтобы говорили про Ломоносова, который внес такой вклад, и еще про вот эти страсти, да, и про массовое сознание. Это же что ж такое, это же как уникально для нас, мы можем себя, себе подушечку подстелить-то в наше время. Да, это связано во многом с тем, наверное, что все-таки в Советском Союзе, ну, в позднем Советском Союзе, наверное, в послевоенном, после ухода Богоцкого, после, так, какого-то закрытия всех этих школ. Психологию-то у нас не очень приветствовали, как, скажем так, научное знание в Советском Союзе, это же вы знаете, и без меня, да. Вот, и поэтому в плане психиатрии это все было нормально, в плане психологии было сложновато, но тот разворот, который либеральный в 91-м году произошел, он же произошел в основном все на базе вот именно западной школы, то есть мы у нас активно внедряли то, что было на Западе, все эти курсы пооткрывались, причем наше законодательство в области вот этой самой психиатрии и психологии, оно самое либеральное в мире, и оно, ну, вы же сами сталкиваетесь и на профессиональном, и на всем, то есть, ну, в общем-то, достаточно мощно все-таки на засиле было всех этих американской школы, да, большой немецкой школы 19-го, начало 20-го века, потом американская школа, фактически весь 20-й век, да, под ней идет, но увлечение этой школы привело к тому-то, я учился еще до этих всех маразм, я еще учился в то время, когда вот те искажения, о которых вы сказали в начале занятия, они официально даже в перечне американской психологической ассоциации, они назывались перверсиями, то есть, это были отклонения от нормы, скажем так, ну, грубо говоря, это было не норма, то есть, ненормально это было, да, а потом, по-моему, в 2004 году они вели там целый ряд изменений, и уже покатились неизвестно куда, и там уже, собственно говоря, психологик как таковой мало чего осталось, в общем-то, они в какой-то степени решили подменить, наверное, психологию и физиологию, поскольку психология все-таки в переводе это учение о душе, они все скатываются на какие-то там гендерные вещи, но об этом что говорить, поэтому еще раз говорю, вот этот вот цикл, наша отечная, замечательная, совершенно психологическая школа, с потрясающими специалистами, у нас, кстати, потрясающая, у нас одна из самых лучших, была школа детской психологии, то есть, вот особенно, даже в советское время, то есть, вот наши детские психологи, они были одними из самых таких грамотных, самых замечательных, у нас много школ, поэтому вперед, ура, поддерживаем, и начинаем. Хорошо, начнем. Окей? Начинаем. Я был рад вас видеть, я думаю, слушатели школы тоже были рады вас видеть, вот, еще раз поздравляю вас с теми событиями, которые происходят в вашей жизни, это светлые события, дорогие слушатели школы «Здравия с Минск» и пожелаем Людмиле и в дальнейшем, чтобы ей сопутствовал этот успех. Немножко неожиданно он пришел, да, как чудо с неба, фактически, да, вы даже как-то сами не ожидали того, что это произойдет. Это связано с вашим, в хорошем условии, возвращением на историческую родину, чтобы было понятно, в чем успех, а то сейчас подслуживают еще, слушатели, что, лотерею выиграла, миллиард долларов? Нет, друзья мои, мы радуемся по другим поводам, да, чтобы было понятно. Вот, поэтому еще раз поздравляем, всего доброго и до скорой встречи, я надеюсь. Начинаем говорить о всех этих важных вещах. Все, спасибо, всего доброго, спасибо слушателям, а до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok